Турнир по буллингу для молодых специалистов учреждений образования собрал 32 представителей практически всех школ Оршанского региона и некоторых средних специальных учебных заведений. Этот турнир проходит в рамках областного проекта «Закрепление», целью которого является закрепление и адаптация молодых специалистов на местах. Конечно же, наш турнир – это как один из этапов этого большого проекта. У нас есть и открытые диалоги, и круглые столы с привлечениями администрации района, и различных ветеранов труда и специалистов в области юриспруденции, например, чтобы ответить на вопросы молодых специалистов, которые их интересуют. Но такие мероприятия корпоративные, они больше для того, чтобы наша молодежь познакомилась, нашла себе друзей, здорово провела время и понимала, что они молодежь, даже те, которые приехали с других районов к нам и у которых еще нет друзей, мы поможем им найти друзей, обрести коллектив, которым будет уютно работать и приятно отдыхать. Очень приятно видеть сегодня, конечно же, и наших активистов, которые с колледжей, с лицеев были с нами, были с Белорусским Республиканским Союзом Молодежи, и сейчас уже в статусе молодой специалист, они продолжают быть с нами и принимать участие в наших мероприятиях. Конечно же, приятно видеть и новые лица, которые присоединяются к нам и вместе с нами вот так здорово проводят свое время. Также ребята сегодня смогут и собрать спилс-карту, и поиграть в игру «Падающая башня», и собрать пазлы нашей страны. То есть сегодня мы надеемся, что они действительно здорово проведут время. Евгений Питкевич работает учителем английского языка в средней школе номер 10, второй год. Я, честно сказать, не думал вообще, что буду учителем английского языка, потому что у меня, когда я учился в школе, были другие приоритеты, но потом так сложилась судьба, видимо. Плюс мне стал нравиться английский язык, мне стало нравиться вообще изучать что-то новое в этой сфере, и стало интересно, вот когда у нас начались пробные уроки, начала нравиться вот эта деятельность, доносить знания, особенно видеть результат у учащихся. И плюс, я же говорю, я еще до распределения, я уже работал в школе, поэтому, ну, мне понравилась эта деятельность, и поэтому решил остаться, почему нет. Я не ожидал, что будет сложно. Первые годы, особенно, когда опыт, он есть, но небольшой, поэтому надо еще нарабатывать. То есть плюс школа небольшая у нас, и приходится, приходится очень сильно стараться, чтобы все это вытянуть. Но нравится наблюдать за процессом, ну, я имею в виду учащихся, нравится наблюдать за их успехами. Плюс вот мы в олимпиадах пробуемся. Не всегда удачно, конечно, потому что только начинаю, но всегда надо вот с чего-то начинать. Как раз сегодня тоже начинаю, например, мероприятие, вот это вот, первый раз в боулинг. Тут есть возможность познакомиться с новыми людьми, знакомство новое завести, узнать что-то новое, возможно. Вот, поэтому, я думаю, будет очень интересно. Плюс, помимо боулинга, у нас тут различные настольные игры, и дженго, и пазл. Поэтому, я думаю, любой найдет себе по вкусу, что здесь, чем заняться. Елизавета Цедрик также преподаватель английского языка. Выбор не заставил меня долго ждать, потому что постоянное желание учить деток, любовь к ним, любовь к языку, быть полезным обществу, и мой несекаемый поток энергии сделали свое дело. И могу сказать, что о своем выборе я не пожалела. Ожидания мои подтвердились. То есть, я работаю с детками с третьего по шестой класс. Очень приятно видеть отдачу, их огонек в глазах, и понимать, что моя работа приносит всегда пользу обществу. А тем, кто хотел утолить жажду соревнований и эмоций, далеко ходить не надо. Это можно было сделать прямо здесь, в баре. Мы приглашаем всю нашу молодежь присоединиться к нам, ведь Белорусский Республиканский Союз Молодежи – это познавательно, весело, интересно. Мы сделаем вашу жизнь ярче.